Дорогие братья и сестры, я всех приветствую, любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мир вам! Я хотел прочитать Слово Божие, которое, оно для меня имеет большое значение. Я хочу, чтобы мы увидели взгляд на церковь, которую, она несовершенна, это коринфянская церковь, в которой очень много проблем, в которой, куда не глянь, очень много сложностей. И не все так хорошо в этой церкви, как бы хотелось апостолу Павлу. Но он-то делает такой взгляд. Я поставлю вместо коринфа, поставлю, мы считаемся как Эверет или Маклакео. Источник жизни. Давайте будем так дальше. Церковь Божия – источник жизни. Коринфянам 1 глава 2 стиха. Освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, данной вам во Христе Иисусе. Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинны в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которому вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Да благослови Господь, нас осознавая то великое, что нам принадлежит сегодня утешаться, укрепляться и радоваться в Господе. Помолимся об этом. Господи, я благодарен Тебе, что Ты даешь нам великое право, собираясь во имя Твое, радоваться в имени Твоем, потому что мы народ Твой. Мы имеем великое право сегодня быть в числе детей Твоих, и мы хотим прославить Тебя, возвеличить Тебя. Мы сегодня хотим, Господь, чтобы Ты, обращаясь к нам через то Слово, утверждал истину Твою. Благослови нас в этом, Господь, благослови говорящих, слушающих, благослови все, что будет здесь происходить, чтобы во всем этом было Тебе слава, а нам на свидание и укрепление веря наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Давайте вместе споем песни «Бог мой, храни меня» и также споем «Сердцем воспряну» петь не пристану. «Бог мой, храни меня», «Бог мой, храни», «Даруй, чтоб прожил я краткие дни». С книгой святой в руках, Слово в Твоих устах, «Бог мой, храни меня», «Бог мой, храни». Мудрость к Нему вложит Слово густарь, В сердце любовь больших, Дух Дух Христа. Всем, всем, как есть, на пик вечности славь, «Бог мой, храни меня», «Бог мой, храни». Всюду, где стану я, из Твоих слов, Людям слух возвещать подвиг Христов, «Бог мой, храни меня», «Бог мой, храни». Если бы грех меня стал соблазнять, То помоги, чтоб я мог устоять. Верным Тебе слухой, Мири Твоей святой, «Бог мой, храни меня», «Бог мой, храни». Сердце воскрянул пень и призналу славу тому, Кто нас искупил. Цепи порвало дух свой нам дал, Вера Иисуса мир подарил. Славлю, Его свободен спасет, Мой покровитель свет жизнью. Скорби не бойся в нем, Лишь покойся в скорых, а не в дворьбе. Вечный высот и прочь, Все заботы мир не имеет счастья во мне. Свету стремлюсь от тьмы не боюсь, Счастье веду к небесной стране. О, как ничтожно все, в мире все, Боге решать и жизнь не найдем. Выше земного света иного, Отблеск и зиму ж здесь. Здесь он мгновенно, там, неизменно, Там двери рая он мне открыл. Славу войду я, друга уцрую, Души свою за нас положи. Силы небесные вечно преди, Скоро я навек буду с ним, Песню коленя, песню спасенья Вечно я буду петь. Мир вам, братья и сестры. Сегодня Господь дал нам еще одну возможность Быть в доме, молитвы. И мы сегодня продолжаем тему О церкви, О том, что это есть тело Господа нашего Иисуса Христа. Я, в свою очередь, хочу также прочитать Некоторые места и Священное Писание. И вот моя тема как-то будет Звучать, может быть, по-другому. Но это связано будет Отношение к Дому Божьему. Это тоже есть церковь, Куда мы приходим, И где мы имеем общение друг с другом. И отношение к тому, что посвящено и освящено Богом. Хочу обратить на это ваше внимание. И для этого я буду прочитывать Некоторые места и Священное Писание. И я как бы обозначил несколько пунктов, На которые я хочу обратить внимание. Это посвящение, поведение, одежда и посещение. Это вот такие моменты. Они очень связаны, потому что нельзя отделить церковь От того, что посвящено в церкви. И все дальше, последующее прочитаем. Первое место хочу сначала прочитать. Это книга «Исход». Напомнить, очень хорошее место. Знакомые для всех нас. Это третья глава. Здесь несколько стихов ниже. Мы помним то место, когда Моисей пас овец, Овецу и Афора, и вот там куст сгорал, и горел, и не сгорал. И он думает, пойду посмотрю вот это явление. И когда он стал подходить, Бог возвал из среды куста. Моисей, явился ему Господень в пламени огня из среды тернового куста, и видел он, что терновый куст горит огнем и не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сей великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором стоишь, есть земля святая. И дальше диалог. Братья и сестры, мы видим, что то место, вот куда подходил Моисей, может быть, там и люди когда-то проходили, и животные там послись. Ну вот, когда стал подходить Моисей, Бог обратился к нему и сказал, чтобы он снял обувь, произвел какое-то действие. Почему мы об этом говорим? Потому что, хочу напомнить, что где является Господь, там место свято. Там и скалы были, и, казалось бы, то есть это место свято. И это очень важно помнить в нашей жизни, что присутствие Божие, оно влияет на наше отношение к тому, где мы находимся, и что там происходит. То есть посвящение. И мне вместе с этим хочется напомнить некоторые места из священного Писания, где сегодня утром уже напоминалось, что Моисей, Соломон, когда построил храм для присутствия Господа, тут некоторые места из священного Писания, прочитаю. Вторая книга Павла Павленон, пятая глава. «Окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня, и принес Соломон, посвященный Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон, старейшин Израиля, всех глав колен, начальников поколений сынов Израиля, их в Иерусалим, для перенесения Ковчега Завета Господа из города Давидова, то есть из Сиона. И собралось с царю все, все израильтяне на праздник, в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израиля, левиты взяли Ковчег и понесли Ковчег в Скинию собрание. И все вещи священные, которые в Скинии, понесли их священники и левиты». И дальше в шестой главе мы здесь читаем, как все это происходило. И я дальше прихожу на тот момент, когда он молился и благословлял. И одно место, стих 20, мы читаем. «И да будут отче твои отверстие на храм сей, днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую рак твой будет молиться на семь месте». И далее седьмая глава, когда окончил Соломон молитву, «И сошел огонь с неба, и поглотил все сожжение жертвы, и слава Господня напомнила дом». И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня напомнила дом Господень. И все сыны Израиля видели, как сошел огонь, и слава Господня на дом. Пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И также осветил Соломон и внутреннюю часть дома, которая перед Господним двором. И вот 12 стих, это седьмой главы. «И явился Господь Соломону ночью, и сказал ему, «Я услышал молитву твою, и избрал себе место, сие в дом жертвоприношения». И 15 стих. «Ныне очи мои будут отверстие, и уши мои внимательны к молитве на месте всем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки. и очи мои, и сердце мое будут там во все дни». Вот все прочитанное здесь и услышанное нами говорят о том, что это не просто так был построен храм. И все то, что там произошло, это было благоугодно Богу. И Бог это осветил, и Бог это благословил. Он сказал, что «Я услышал молитву твою, и вот сердце Бога, очи Его будут пребывать на том месте день и ночь». Проте все было время, когда у нас не было своего молитвенного дома. И вот Господь нам позволил приобрести, теперь мы приобрели это место. И если кто-то помнит, мы также призывали имя Господне сюда, чтобы Господь осветил это место, чтобы оно стало святым, и все, что в нем, оно было посвящено Господу. Вы понимаете, это очень большая ответственность, вот, даровал нам Господь. И Он, избирая это место, благословил. И мы собираемся здесь уже, вот, многие годы. И, может быть, кто-то порой забывает, что это место было посвящено Господу. И очень важно, когда мы приходим в дом сей, мы являемся членами друг к другу, и Бог, собираясь, благословляет нашу церковь и нас, собранных здесь. И поэтому хотелось бы напомнить тем сегодня, кто забывает, что это место свято. Почему? Потому что Бог здесь пребывает. Чтобы наше отношение, вот, к Дому Божьему, наше отношение друг к другу, оно было другим совсем, потому что Господь здесь пребывает, и на это возлагается у нас большая ответственность. Эта церковь Христова собирается, это тело Христова здесь находится. И если многие забывают сегодня, то помните, братья и сестры, и те, кто слушает нас, и те, кто смотрит сегодня по компьютеру, не посетил наш молитвенный дом, помните, что это место свято, что вы сюда не просто приходите, вы приходите пред лицо Господне. Потом, почему? Потому что оно посвящено было. Как тогда просил Соломон, и отчи Господа были на этом храме семь, и день и ночь, и я думаю, что сегодня Бог не изменился. Бог тот же. Отчи его и сердца здесь. Здесь находится, когда мы, члены друг к другу, пребываем здесь, на этом месте. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, это одежда. Дорогие братья и сестры, друзья, дорогие, кто нас слушает и смотрит, если бы кто-то сказал, что это просто так, ну, я бы сказал, что нет. Исход, 28 глава, давайте сейчас откроем, там несколько стишочков, я хочу прочитать. Здесь читающие Слово Божие знают, когда вот было сделано скиния, да, и когда Бог сказал через Моисея, что вот Арону, Левитам надо особая одежда, и он там подробно, кому это интересно, вы прочитайте эту, вот, 28 главу, я только прочитаю там 42 стих, и ниже тут два стиха, вот, и сделай им нижнее платье льнаное для покрытия телесной ноготы от шреца лдоголений, и да будут они на Ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или проступать к жертвеннику для служения в освятилище, для служения в освятилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Правда, дорогие братья и сестры, место очень такое, говорящее о том, чтобы не навести на себя греха, вот, когда мы приходим, когда в то время в скинии вот служил Арон, Левиты, Бог особое дал им повеление, чтобы они вот так вот одевались. Ну, может быть, кто-то скажет, почему это к нам сегодня. А что мы читаем в Новом Завете? Написано о царях и священниках. Кто это такие? Давайте мы откроем Откровение 1 главу. Там несколько стихов прочитаем. Это с 5 стиха. Это Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившим у нас и омывшим у нас от грехов наших крови и своей, садиловши у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Оказывается, мы являемся царственным священцем. Мы являемся царями и священниками Богу. И когда мы приходим в Дом Божий, я, наверное, думаю, что Богу не безразлично, как мы сегодня одеты перед Ним. В то время было страшно, наверное, чтобы священник неправильно был одет, потому что он мог навести грех на себя и умереть. А сегодня мы свободно относимся к одежде нашей, приходя в Дом Божий, где сердце Божие находится, где Господь пребывает. И мы на это не обращаем внимания. Поэтому очень важно сегодня тех, кто слушает и тех, кто смотрит, чтобы мы задумались об этом вопросе. Почему? Потому что это очень важно. И в свое время Тимофей обратил внимание мы читаем 1 Тимофея. Это 2 глава, 9-й, 10-й стих. Давайте прочитаем несколько стихов. «Также, чтобы и жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плетением волос, но ни золотом, ни жемчугом, некоценную одежду, но добрыми делами, как приличным женам, посвящающим себя благочестию». Это Новый Завет. Это очень тоже важное место в Священном Писании, где Бог хочет видеть Церковь, тело нашего Господа Иисуса Христа в приличном одеянии, как прилично святым. Поэтому пусть Господь благословит тех, кто, может быть, никогда не задумывался об этом вопросе, как он сегодня одет перед Господом, и приятно ли Господу, когда он приходит в Дом Божий, чтобы послужить Ему. Те, кто сегодня нас смотрит по компьютеру, я к вам обращаюсь, дорогие сестры, братья, особенно молодые, 35-40 лет. У вас сегодня дети, у вас сегодня подрастают, которым 12-13 лет, они сегодня смотрят на вас, как вы одеваетесь, и как вы ходите в Дом Божий, пред лицо Господне, чтобы служить Ему. Господь хочет свое тело видеть прекрасным, красивым. И это очень важно. Поэтому пусть Господь благословит. Я недавно слушал передачи, меня это особо удивило, когда брат приехал с Гаити, он ездил в миссионерскую поездку. Вы помните, там землетрясение произошло несколько лет тому назад. И вот они там служили, потом настало время, чтобы поехать в церковь, и их предупредили. Оденьтесь красиво в пиджаках, братьте, чтобы лично было. Ну, говорит, посадили нас в машину и повезли. Когда мы стали подъезжать, ну, вы, говорит, представляете, там разруха, пыль, ну, грязь, все валяется. И вот мы подъезжаем, говорит, к этому молитвенному дому, так называемому, а там, говорит, напротив он разрушенный, напротив большая, говорит, палатка стоит. И смотрю, люди идут одеты, красиво все. Перед тем, как зайти в Дом Божий, кто-то, говорит, там почищает от пыли обувь, чтобы зайти туда чистым. Одеты красиво, прилично, и, говорит, меня это поразило. Они пошли и шли в Дом Божий. Они были красиво одеты. Приятно служить Господу. Вот эта чернокожая, эта страна, это Гаити. И, говорит, меня это поразило сегодня. Что вот при всем этом, эта страна 200 лет назад была сатанинская страна. И потом, когда 100 лет назад или более христиане начали ехать туда, она стала 80% христианской. За эти последние века. И, говорит, меня это поразило. То есть, отношения, они шли в Дом Божий, чтобы послужить Господу. И их внешний вид был прекрасный, ему очень понравилось. Он так говорил, и я просто услышал этот момент. И вот для вас, дорогие, те, которые сегодня, ну, не смотрят на себя в зеркало, когда выходят из дома своего, идущие в Дом Божий, подумайте над этим, порассуждайте. Господь хочет церковь видеть в своей прекрасной и красивой, вот, и во внешнем виде. Давайте дальше посмотрим поведение. Почему оно так важно сегодня? Потому что церковь Христова – это столб утверждения истины. Чтобы наши слова, наши дела и поступки не расходились сегодня, вот и с нашим поведением. Я вспоминаю 70-е годы, когда я впервые попал в Печору туда, где там Оля жила со своей мамой. И мы попали вот в храм. В то время тяжело было, ни разу я не был посмотреть вот в храме, где происходит служение православное. Мне было просто интересно, молодой человек, где-то 17-18 лет, до 20 было, вот, посмотреть, как он устроен, этот храм. И мы зашли, там люди, меня поразило было, и пожилые, и старые, и молодые, и средних лет. 70-е годы – это атеистическое время было. Вот, и я удивлялся, думаю, как же еще храм открыт, и еще служение там происходит. И мне просто было интересно посмотреть на рукопись, посмотреть вот, что там внутри, почему так это удивляет вот православных людей. И я так от самого входа в середину, в середину, в середину прошел туда. Ну, и встал, и стою, и все люди стоят. Ну, и я так туда посмотрел, прямо посмотрел. Ну, мне интересно было. Слышал, меня раз, что-то дернул кто-то. И раз, повернись, и прямо стой. И смотри только на иконостас. Ну, все. То есть, люди там, которые находились, они знали, что надо, они пришли в присутствие Божие, как бы они там не верили, какое бы там служение не происходило, но поведение в храме там ихнем было вот такое. Ты пришел, если туда, то смотри прямо, вот туда, где там, что происходит из служения. И поэтому это очень важно в нашей жизни. И когда мы читаем, давайте вот Марка прочитаем, здесь интересное место есть одно, может кто-то мало обращает внимание на это. Здесь вот 11 глава, 15-17 стихи, здесь записано так. Пришли в Иерусалим, пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих, покупающих в храме, столы миновщиков, исками продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учил их, говоря, написано ли, дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы знаете, Иисус Христос, придя вот в храм, мы прочитали, ему не безразлично было, что происходило в Доме Божьем. Бление овец, шум, гам, миновщики там меняли деньги, чтобы что-то произвести, и так далее, и так далее. Иисусу Христу было не безразлично, братья и сестры, что происходило в Доме Божьем. И Он не позволил, чтобы какую-то вещь, какое-то действие происходило. Давайте мы будем помнить, когда мы приходим сюда, чтобы мы имели правильное отношение, правильное поведение, чтобы мы пришли как-то, придя в дом, помолились, сели спокойно, начали хорошо, вот брат Решетников утром песни поет, вот как бы, чтобы этого шума тут не было, или еще разговор, или еще, что в храме прославляется Господь. То есть, мы должны понять, что присутствие Божие здесь, и наше поведение не должно быть поведение, как мы где-то дома собрались, там, можем свободно себя чувствовать, вести себя, разговаривать, развязанно, или еще как-то. Нет! Так не должно быть, дорогие братья и сестры, потому что это храм Божий, потому что здесь пребывает Господь. И мы в себя должны вести подобающими. И мы, братья и сестры, должны дома научить своих детей, внуков, как вести себя в Доме Божьем. Пример я могу провести о своей внучке. Ее уже пять лет исполнилось. Встали мы перед пищей помолиться. Ну, я закрыл глаза и молюсь, глянул, она стоит, крутится, вертится. Ну, я помолился, коротко сел, а потом говорю ей, а ты почему так себя ведешь, когда дедушка молится? Она присела и отвернула лицо вот так. Я говорю, а ну-ка посмотри мне прямо в глаза. Посмотри в глаза, почему ты отворачиваешь голову? Она начала в глаза смотреть. Я говорю, ты знаешь, что дедушка делал? Знаю. Я же Бога призывал, чтобы Господь был с нами. Почему ты так себя ведешь? Она опять все убирает. Я говорю, смотри в глаза дедушки. Понимаешь, что ты делаешь? Ты неправильно делаешь. Когда мы молимся, мы призываем Господа. Больше себя так не веди. Ты поняла это? Поняла. Пять лет ребенку, братья и сестры, учить надо. Когда дети себя ведут неприлично, когда здесь совершается молитва в Доме Божьем, а по коридору кто-то бегает, там слышно, что идет молитва. Мы должны останавливаться, мы должны учить детей своих, что нельзя так поступать в Доме Божьем. Это очень ответственно сложится на нас сегодня, на дедушек, бабушек, а на особенно тех, у кого сегодня 12, 13, 6, 5 лет дети. Научить их сегодня, что происходит в Доме Господнем и почему Господь хочет видеть нас именно таковыми. В притче Соломона здесь прекрасные слова написаны, 6 глава. Давайте мы прочитаем здесь несколько стихов. 6 глава, 20 стих. Сын мой, храни заповедь Отца Твоего и не отвергай наставления Матери Твоей. Навяжи их навсегда на сердце Твое, обвяжи им шею Твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить Тебя. Когда ты ляжешь спать, будут охранять Тебя. Когда пробудишься, и будут беседовать с Тобою. Ибо заповедь есть светильник и наставление свет и назидательное поучение путь жизни. Мудрые слова сказаны, дорогие братья и сестры. Сегодня Дух Святой хочет вложить в наши сердца, в наш разум, чтобы мы, что принадлежит нам сегодня наследие, которое Бог даровал нам, детей нам и внукам, чтобы мы могли читать вот эти слова, благословенные слова, потому что это свет, это жизнь. Они будут охранять. Это светильник сегодня. В этом мире, когда сегодня упоминалось нам, мы же сегодня живем в свободной стране. Индивидуализм. Никому ничего не говори и не скажи. Да не будет это так в наших семьях, в наших славянских церквах и домах. Мы должны учить своих детей, наставлять и говорить, что принадлежит это благословение и наследие сегодня нам, читающих это слово. Ибо заповедь есть светильник и наставление свет и назидательное поучение путь к жизни. К жизни, дорогие братья и сестры, у тех, кто дети сегодня есть, думайте об этом и пусть Господь благословит вас. Служение. Служение это очень важно, дорогие братья и сестры, в нашей жизни, я уже как-то говорил, когда мы приходим в Дом Божий, это есть служение. Когда мы читаем Деяния апостолов, 13 глава, здесь с первых стихов записаны такие слова. В Антиохе и в Тамошной церкви были некоторые пророки и учителя Варнава и Симеон, называемый Нигерой, Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, Четверовластника, и Саву. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они совершили пост и молитву и, возложив на них руки, отпустили их. Ну и дальше написано, для чего их Господь поставил. Дорогие братья, сестры, друзья, дорогие, кто нас слушает и смотрит, мы находимся в Доме Божием перед Господом. И Дух Святой здесь производит свою работу. В данном моменте, где мы прочитали, мы видели, что особым вот этим служением и Дух Святой вот сказал тем, которые служили. Бог сегодня, дорогие братья и сестры, говорит через Слово Своё, через Библию. Когда братья выходят, читают Слово Своё, это говорит Господь. Это говорит Дух Святой, предлагает нам истины, Слово Божие, которое мы должны вот внять своим сердцем, своим разумом. Вот. Поэтому очень важно, здесь происходит и духовный рост. Апостол Павел Колоссян 1 глава здесь вот 10 стих еще так же прочитать его тоже говорит важные слова. Колоссян 1 глава 10 стих «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога». То есть, это не очень просто, как мы думаем. Когда мы приходим сюда, мы служим Господу. Когда мы поет хор, он тоже служит Господу. Когда братья проповедуют, они служат Господу. Чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Господа. Вот это вот служение, в котором мы находимся, Господь хочет, чтобы мы возрастали, чтобы мы не были младенцами во Христе, чтобы какие-то обстоятельства еще в нашей жизни происходили, мы могли поступать, как христиане, уже возросшие духовно, познавая нашего Господа Иисуса Христа. И еще очень важно, дорогие братья и сестры, заметить о том, что, познавая Бога, вот миссионеры наши, вот церкви, Бог побуждает их, также располагает в сердцах. Хочу немножко отметить этот момент. Почему? Потому что мы знаем, что наши молодые сестры и братья, которые вот и летом, и зимой ездили, посещали Украину, Россию, они служили Господу. И я не думаю, что вот каждый как-то спонтанно вот так вот «А, я захотел и поехал». Нет. Это вот определенно Бог работал с каждым лично и с наших сестер и братьев молодых и пожилых, кто ездил вот эти миссионерские поездки. И я хочу отметить, что это служение, оно также миссионерское, очень важно перед нашим Господом. И в нашей церкви я просто хочу отметить, что когда наши братья и сестры приезжают и потом свидетельствуют нам о том, что Бог сделал в их жизни, вот, в личной жизни, в духовной жизни. То есть они как бы возросли немного в Господе и в Боге, познавая вот на этом миссионерском поле, как это непросто вот возвещать Слово Божие, служить другим людям. Познавая, они познали Господа, а они понесли эту весть другим. И они свидетельствуют, что вот Бог через них действует, Бог говорит через них. И это очень важно. Почему? Потому что придя сюда, Господь открывает нам Духом Святым, вот как через апостолов Он отделил на служение, помолилась церковь, благословили, и они пошли на служение, так и в нашей церкви. Поэтому пусть Господь благословит сегодня тех, кто слышит голос Божий. Когда Господь призывает кого-то на какое-то служение, на миссионерское или послужит ли в хоре, служит ли посещением, больных, много служений сегодня в церкви есть. И поэтому будем внимательны, когда Бог через Дух Святой призывает к этому служению. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, во всем том, что мы сегодня прослушали эти очень важные моменты о посвящении, что это очень важно. Так как мы одеваемся сегодня и приходим в Дом Божий, это тоже очень важно. Как мы ведем себя сегодня в Доме Божьем, Господь хочет нас видеть примерными христианами, и наше служение пред Богом небезразличное. Пусть Господь благословит слушающих, смотрящих это вечернее служение, чтобы Господь обильно благословил всех нас, чтобы мы не просто прослушали это Слово Господне и не изменило что-то в нашей жизни. Господь хочет, чтобы мы менялись, чтобы мы возрастали, познавали Его. И вот эта церковь, тело, оно единое, они неотделимы от всего того, что мы сегодня прослушали в нашем вечернем служении. Давайте мы сейчас будем молиться, благодарить Господа. Если кого-то побуждает Дух Святой прославить Господа, давайте Его прославим в наших молитвах. Если кто-то хочет сказать какую-то боль и нужду открыть сердце Господу, Господь и это услышит. Пусть Господь нас сейчас благословит, прославит в молитвах. По возможности давайте преклоним колено и прославим Господа и поблагодарим Его. Аминь. 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 Благословенный и прославленный Господь, в этот час вечерний Мы Тебя сердечно благодарим и славим, что Ты позволяешь нам собраться на этом месте, где пребывает сердце и очи Господи, благодарю Тебя, что было время, мы посвятили этот молитвенный дом, чтобы Ты благословлял нас, собравшихся здесь, на это место Господи, благодарю Тебя за Дух Твой Святой, за эту великую работу, которую производишь Ты сегодня в моем сердце, в сердцах народа Твоего Святого Боже милосердный, благодарю Тебя за это божественное истинное Слово Божие, которое сегодня является светильником в ноге Научением и наставлением сегодня, Господи, пошли мне страх Твой, чтобы я ходил пред Тобою Чтобы я учил свою семью, детей и внуков истинно Слово Твоего Святого Чтобы мои братья и сестры могли научить детей своих и внуков истинно страху Господню, ибо это начало мудрости Господи, слава, слава Тебе вовеки! Я верю, что Ты готовишь народ Твой, церковь Твою, голубицу Твою, пришествию Твоему Ты напоминаешь сегодня через пророков, через пастырей, учителей, через Слово Свое, что время близко Боже милосердный, слава Тебе за Твое благословение, за Твое присутствие Благодарю Тебя за молитвы народа Твоего Святого, которые сегодня не безразличны к себе, ко всему происходящему в нашей поместной церкви Облагодетельствуй, Господь, каждого присутствующего духом благодати и мудрости и ведения Чтобы любить Тебя всем сердцем, чтобы, Господи, жизнь, поведение и хождение были благоугодны пред Тобою Чтобы мы во всякое время были готовы к встрече с Тобою Поклоняюсь Тебе вместе с народом Твоим и прославляю Твое святое имя, ибо оно свято, вечно Ибо Ты Царь, Царей, Господь господствующих Ибо пред Тобою преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних Тебе воздаем славу, Тебе воздаем честь, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь Когда-то апостол Павел писал Тимофею, говорил он, я пишу тебе послание, чтобы ты знал, как тебе поступать в Доме Божьем Я думаю, сегодня об этом была проповедь И мы также знаем, что Церковь ожидает великое будущее Об этом мы сейчас поем Слышно в мире весть о том повсюду Пластелин уступленной души Святостью и слабой озаренный За небесной церковью спеши Как прекрасно чудное венчание Ум престола Господа Отца Где небесных уровней кованье Счастья и блаженства без конца Как прекрасно чудное венчание Ум престола Господа Отца Где небесных уровней кованье Счастья и блаженства без конца День придет и встреча та настанет На ладонях белых облаков И невеста перед ним предстанет Сохранивши верность и любовь День придет и встреча та настанет У престола Господа Отца Где небесных уровней кованье Счастья и блаженства без конца Как прекрасно чудное венчание У престола Господа Отца Где небесных уровней кованье Счастья и блаженства без конца Поржествуй наследница Христова На тебе спасенья и блаженства без конца На тебе спасенья печаль Счастья и блаженства без конца Счастья и блаженства без конца Как прекрасно чудное венчание У престола Господа Отца Где небесных уровней кованье Счастья и блаженства без конца Слава Господу, братья и сестры Присядьте У нас есть вот сестра Маргарита Николаевна Она в свои годы, она еще молода, душой Пишет стихи И сегодня она хоть прославит Господа стихотворение После этого брат Виктор споет Салам Мне кажется, Господь, что очень мало Тебя мы прославляем каждый раз Пусть пятьдесят слов, пусть хоть сто сказала И к личной суете ушла тот час А ты ведешь меня от колыбели От первых дней всегда-всегда со мной Понять до глубины мы не сумели Как любишь ты, заботливый какой Минуло детство, юность прокатилась На миг меня нигде не оставлял Ты рядом был, когда тебе молилась Я шла к делам, а ты сопровождал И часто увлечена суетою Среди друзей, забывшие о тебе Глянулись заполеняющей мечтою Ей отдана была Или только лишь себе Ты не мешал мне этим заниматься И так неравнодушно наблюдал И мог всегда в сторонке оставаться Пока мой ум тебя не вспоминал А вспоминала я тебя лишь только Когда друзья оставили меня И людей, не щадя меня, нисколько Разили словом адского огня Своей неблагодарностью, упреком И ложным обвинением порой Тогда видала вдруг душевным охом Что ты был рядом, где-то здесь, со мной Охотно мне на помощь поспешая Мог дать понять мне мой самообман Напомнить, что на миг не забывая Бальзам мне лил от всех душевных ран Видала я без слов и знала Помнишь и не оставишь ни в какой беде Надлоненную трость не переломишь И с нами ты по-прежнему везде О мой Господь, прости неблагодарность Которую, когда я о тебе вдруг забываю Слава за все тебе, аминь Хорошо Приветствую, братья и сестры Продолжаем тему о церкви Невеста Христа, церковь Две зари, зари, две кристальные В белых облаках Золотые кольца обручальные Держишь ты в руках А венец, подаренный мне тобой Ослеплял мой взгляд Был на мне такой белоснежный Дорогой наряд Выйдет он навстречу, когда с земли Я пойду к нему Руки протяну нежно, улыбнусь Другу своему Поведет меня на алтар святой Дорогой жених На небе будет пир такой Готов ли, друг мой дорогой Отдать Иисусу жизнь свою В его святые руки Он долго, долго ждет еще Он и медлит все, он и медлит все Не станет ли тот брачный день Тяжелым днем разлуки Может ли среди хороводов звезд Будем мы блистать Может песни радостной Дух святой Будет наполнять Может быть земля поколеблется В день моей мечты Скоро, скоро все это сбудется Где же будешь ты Среди тысяч, тысяч ярких звезд Сожги свою средь бурь и грез Польются из души твоей Мелодии нежные звуки Он долго, долго ждет еще Спеши, спеши, он и медлит все Отдай Иисусу жизнь свою В его святые руки Две зари, зари, две кристальные В белых облаках Наступает день, день венчания В светлых небесах Ах, какое счастье там буду я Где моя мечта Так гори, гори же звезда моя Церковь ты Христа На небе будет пир такой Готовый друг мой дорогой Поддать Иисусу жизнь свою В его святые руки Среди тысяч, тысяч ярких звезд Зажги свою средь бурь и грез Польются из души твоей Мелодии нежные звуки Слава Богу Вы знаете, я думаю, говоря о церкви Такая тема, которую в Библии и в Англии Особенно ее исчерпать невозможно Потому что утром Михаил говорил Что церковь это тело, это храм Это невеста Это то, что наполняет полнота церковь Полнота, наполняющая все То есть церковь это основа всего И я думаю, что сегодня, говоря о церкви Как о нашей сегодня теме Церковь это тело Христа Когда мы говорим о теле То утром уже говорил Михаил Что образы, каждый образ Что-то он для нас должен открыть Он должен показать И когда мы говорим о теле Мы говорим о взаимоотношениях Мы говорим о теле, что смотрите Что Христос нас привел к себе в церковь свою Что Он искупил нас Он сделал нас своими И теперь Он ставил глава А мы члены друг друга Это все называется тело Христово В церкви есть тело Христово И в теле очень важны взаимоотношения Вы знаете, мы живем в такое время Когда что-то перекос получился Сегодня в церкви очень важно Когда мы говорим о церкви Есть важные какие-то вещи Которые мы говорим Служение, что человек делает во имя Господа Мы говорим, что это важно Но если я прочитаю послание Коринфянам Коринфянской церкви Соблюдалось там хлебопреломление И было служение И не было взаимоотношения Не было чувства тела Что страдает один человек Страдает все тело Радуется один человек Радуется все тело То есть нет близости То апостол Павел сделал оценку Все, что вы не делаете Это не значит вкушать вечерю Господню То есть это не то духовное Ради чего нас Бог соединил И чтобы мы что-то совершали И потому говоря сегодня О церкви Я хотел бы, я думаю, что Когда мы говорим В взаимоотношениях Я еще не видел и не слышал Чтобы кто-то сказал О, это плохо Всегда взаимоотношения Это очень прекрасно И я помню В той церкви, где я был И когда мы говорим В взаимоотношениях Одна сестра Совершила молитву Такую хорошую молитву Совершила Говорит, Господи Вот как правильно Говорят с кафедры Как правильно Но я этого не вижу в церкви Вы знаете, когда мы говорим В взаимоотношениях Мы не говорим о том, что я вижу А о том, что я являю Что я являюсь Что вы являете Потому что взаимоотношения Это взаимное действие Это не то, что я получаю А то, что я даю Потому что написано Христос оставил нам пример В чем пример? Он пришел не для того Чтобы ему служить А он пришел, чтобы послужить И отдать душу свою За искупление многих И это пример Чтобы мы шли по следам его И когда мы говорим О теле, как о церкви Мы говорим о взаимодействии И эти взаимодействия Они проявляют скрепление Я не видел, я говорю А повторяюсь Что кто-то против этих взаимодействий Но когда говорим О взаимодействиях Возникает вопрос Во мне нету силы Вот я хочу делать Но не получается Я хочу, чтобы это было Но я не могу уместить брата Не могу уместить сестру Мне трудно С этими людьми смирять Иметь контакты И мы говорим И я буду сегодня говорить О нашей уверенности А почему мы имеем право Сегодня называться Членами церкви Христовой Вы знаете, в нашем сознании Когда мы говорим о церкви О членстве У нас в сознании Стоит что там Крещение Какое-то заявление Прием члены церкви Здесь проголосовали И приняли Но это внешняя форма Это внешняя форма Которая Когда мы читаем Писание Не так важно Важно то Чтобы человек Приходящий в церковь Осознавал То духовное Что в нем есть И текст Который Сегодня братья читали Я читаю этот текст Это 12 глава Послания Коринфянам 13 сих Ибо все мы Одним духом Крестились В одно тело Иудеи Елены Рабы Или свободны И все напоены Одним духом Я хотел бы Вот чтобы мы Обратили внимание На слова Ибо все мы Одним духом Крестились В одно тело И мой вопрос Чего это действие Это наше Мы погружились в тело Или это Божье действие Над нами Вы знаете Когда говорим о церкви Я буду говорить о церкви Как о деле Божьем Потому что Бог Каждого из нас Взял и погрузил В церковь Свою И когда мы Видим Божье действие Для чего Сегодня моя идея Или как И проповеди Чтобы мы Могли сегодня Увидеть Что Бог сделал с нами А Бог говорит Как я принял Тебя в славу Свою Так и вы Принимайте Друг друга И вопрос В чем возникает Что если мы не видим Что Бог сделал Лично со мной Как Бог Отнесся ко мне Как Бог Меня принял То я не имею Силы Чтобы вас Принять И потому Сегодня Когда люди Говорят о церкви Люди говорят Часто так Ой Эта церковь Несовершенна Ой Господи Что за церковь Делается И люди Видят сегодня В церкви Не Божье дело А видят Человеческие Несовершенства Я думаю Что когда мы Говорим о церкви То прежде всего Мы должны увидеть в церкви Что-то Божье Не человеческое А Божье Потому что Это церковь Божья Или я вижу Это Божье В моем брате В моей сестре Или я это Божье Не вижу И когда я не вижу Это Божье В брате и сестре У нас нету Единства У нас нету То что нас соединяет И потому Апостол Павел Утверждая эту истину Мы читаем Послание к Галатам Третья глава И в третьей главе Мы читаем эти слова 26 по 27 стих Третья глава Смотрите Ибо все Вы Сыны Божии По вере во Христа Иисуса Все вы Во Христа Крестившись Во Христа Облеклись Нет уже Иудея Ни язычника Ни дроба Ни свободного Ни мужеского пола Ни женского Ибо все вы Одно Во Христе Иисусе Я хотел бы обратить Наше внимание Благодаря тому Что мы Сегодня По вере Стали сынами Божьими Благодаря тому Что мы Относились во Христа И облеклись Оделись То что Христос Для нас сделал То теперь Благодаря этим действиям Что я верю Что Бог Что мы совершили Во имя Господа Теперь Нет уже Между нами Потому что Благодаря этим действиям Мы уже Одно Во Христе Иисусе И потому Павел Утверждая эту истину Он хочет Донести нам До моего сознания До каждого сознания Что тот Кто во Христе Новое творение Что то новое Я новый Вы новые Мы новая тварь Во Христе Древнее прошло Теперь Мы новые И когда мы говорим Церковь Как тело Христовое Мы говорим О чем то новом То новом Которое прилежит вам Прилежит мне И когда это новое Мы видим В друг друге То это новое Нас соединяет И потому Как мы Присоединяемся В церкви Как мы Присоединяемся В послании Киана Второй главе В первом послании Второй главе Детнадцатый сик Есть такой рассказ Что они вышли от нас Они были когда-то Среди нас Апостоли Но они вышли от нас И когда они вышли от нас То этим обнаружилось Что не все Наши были Вы знаете Мое отношение Что я в этом В тексте вижу Мое отношение К церкви Показывает Насколько я Имею Эдинство В Боге И не имею Потому что церковь Это то что создал Бог Это он ее создал Это не церковь Мы привыкли Говорить церковь Как бы по месту Обитания Пастыря Но церковь Это Христова церковь Это он себе Ее приобрел Кровью своей Это то что Христос Назвал нас своими Мы его церковь И потому Я хотел бы сегодня Когда мы говорим Это мой брат Это моя сестра Через что мы становимся Моими Или нашими Через что мы становимся нашими Через то что Михаил не симпатичен И Михаил Как бы мы с ним контактируем Потому что он неприятно Хорош брат Или мы имеем что то Выше наших контактов Которое нас соединило С Михаилом И когда мы это великое Божие Видим друг в друге Мы имеем единство Друг с другом И потому я хотел бы Сегодня Чтобы мы увидели Что через то Мы песню пели утром Он нас сделал Родными Он нас сделал Он Мы говорим о его деле И насколько это его дело Во мне живет Насколько это дело Живет в Михаиле Через благодаря Этого Божьему делу Мы становимся Едины Потому что Дело Божие Которое Бог совершил Во мне Я буду говорить Сегодня о деле Божие У Михаиле Оно это дело Сделало нас близкими Не эти стены Сделало нас близкими Не это служение Что сегодня происходит Сделало нас близкими Не наше посещение Сделало нас близкими Потому что Многие приходят сюда И мы сегодня утром Слышали о людях Которые очень много Чувствуют одиночества Почему? Потому что Они не видят Близости Вдруг к другу Они не видят То что Бог В них совершил Они не видят Это совершенно дело В браке В сестре И потому Не видя это дело Божие Мы не имеем Этого единения И потому Я читаю слова Которые записаны Послание Благодатью И потому Писание говорит Рожженные От Бога Кто видит Мы были И мы узнаем То великое действие Иисус 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 И они услышат Голос мой И будет Одно стадо И один пастыр Я хотел обратить внимание На то что Христос сказал Я знаю Моих Я знаю Это моя церковь Это мой народ Это мои люди И я хотел бы сегодня Говорить Я буду говорить дальше Как Христос Представлял Или как Христос Видит церковь свою И мы видя Христос Мы будем говорить Как Христос Принял нас В славу свою Так и мы Принимаем друг другу И когда мы видим Как Христос Принимает церковь Как мы видим Церковь Не как Через наше Несовершенство Не через наши Неверности А через то Что Христос Приобрел Каждого из вас Себе кровью своей. И потом Христос сказал, я знаю моих, я знаю церковь. Мои знают меня. Вы уже, братья мои, вы уже Божий, вы уже Божий народ. И через то, что мы знаем Его, Он знает нас. Теперь это одно стадо, один пастор. Мы имеем единство. Я не вижу в Писании единства с любым братом. Я уже примерил Михаила с любым братом. Как единство только в Нем. Другое Писание говорит, мы имеем единство или по учению Иисуса Христа, или мы, принимая Его, мы имеем единство в Нем. Потому что принявший Иисуса Христа, Христос нас делает едиными, родными, близкими. И мы начинаем иметь это тело, иметь это взаимодействие, как в теле. Вы знаете, мы не можем сказать, глядя на церковь, мы не можем сказать такие слова. Я так бы хотел бы, чтобы эта церковь была лучшей, была, чем-то была, была чем-то. Вы знаете, церковь это то, что уже совершенное. Мы несовершенны. Я уже говорил, что мы привыкли смотреть друг на друга не Божьим взглядом, а привыкли друг на друга смотреть человеческим взглядом. И мы Божьего друг в друге не видим. Мы видим ошибки, мы видим характер, мы видим то, что нас отталкивает друг от друга. Но мы не видим то Божьего, что Бог начал в нас. И не видение того Божьего, что Бог нас искупил. И я буду, то, что мы говорим, что церковь это, мы видим то, что церковь это то, что Христос приобрел меня, вас, кровью своей. И Он, приобретя, сделал нас сегодня Божьим народом. Как Христос видит свою церковь? Вы знаете, место, которое я буду читать, оно перекликается, и часто я читаю на браке, это место, это послание к Ефесянам. Пятая глава. Я читаю с 25 стиха, я буду, где касается мужей, потому что здесь апостол приводит, мужья должны относиться к своей жене, как Христос, с церкви. И здесь я буду читать такое слово, которое касается Христа и церкви. 25 стих, вторая половина. Христос возлюбил церковь, христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Для чего? Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы приставить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Вы знаете, я думаю, что когда мы говорим сегодня о церкви, или мы должны посмотреть, как Христос относится, как Христос видит свою церковь, чтобы приставить, все, что Христос сделал, чтобы приставить ее себе, церковью, мы читаем, церковью славную, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Вы знаете, я думаю, что это состояние, или это положение, в которое Бог нас вел, ни один человек не может достичь. Это тот дар или то звание, почему Писание говорит, делайте твердым ваше звание и избрание. Это то звание, которое я и вы получили в Иисусе Христе. Это то звание, которое мы имеем благодаря крови Христа и Иисуса Христа, потому что кровь Его очистила нас от всякого греха. И когда мы видим на действие Божие по отношению церкви, по отношению брата, мы не можем видеть пока брата, пока я не вижу, что Бог сделал со мной. Когда я вижу, что Бог сделал со мной, то я так верю, что Бог нелицеприятен. Если Он меня омыл, если Он меня очистил, если Он меня оправдал, если Он назвал меня с такими несовершенствами Своим, если Он меня принял, то я должен так относиться к брату моему. Вы помните, Иисус Христос привел такую притчу о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, что Царство Небесное подобно человеку, который очень большой долг задолжал. И там написано, 10 тысяч талантов. Царю задолжал. И пришел к Царю, стал просить, ну прости, ну помилуй, и Он ему простил. И когда ему простил Царь, то, что он сделал, то, что он долг имел, он вышел на улицу и стал вести себя не так, как Царь повел его с ним, а стал вести, как он считает нужным. И когда к Царю донесли эти слова, написано, Царь разгневался, призвал его, говорит, злой раб, злой раб, не надлежало ли тебе поступить с товарищем твоим, как я поступил с тобою. Насколько мы сегодня осознаем, как Бог поступил с нами, так мы поступаем с ближним своим. И потому, все, что мы не делаем, написание говорит, все, что вы не делаете, делайте от души. Как для кого? Для него, а не для человека. Зная, что воздаяние, оценку мы получим от него. И потому, сегодня, понимая, имея правильный взгляд на Церковь, как на Божье устройство, как на Божьих людей, да, у них есть несовершенство, и я думаю, что клеветник не только вам клевещит, а написано, он пред Богом клевещит, что там делать? День и ночь клевещит на избранных. Он клевещит сегодня друг к другу, что мы увидели сегодня не Божье друг в друге, а увидели человеческое, увидели несовершенство. И когда мы видим что-то человеческое, оно нас отталкивает друг от друга. И тогда мы говорим о Церкви, как о теле, то мы только декларируем, но в реальности этого тела нет. Нету сострадания, нету сочувствия, нету радости, нету понимания друг друга, потому что это все Божье, я в своей плоти это иметь не могу. Это Бог созидает во мне, а я тогда могу распространять сегодня на других. И потому мы сегодня имеем единомыслие. И это единомыслие, как оно у нас происходит? Первое, что я послание к римлянам, 15 глава, первое, что я хочу отметить, что единомыслие Писания говорит, происходит по учению. Вы знаете, когда мы говорим сегодня о том, кто мы, то это учение. Это не вы захотели, чтобы так было. Это Бог сделал. Это Бог совершил. И это учение Бог принес нам через Евангелие. 15 глава, я читаю, с 3 по 7 сих. Ибо Христос не себе угождал. Но, как написано, злословие, злословище тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть единомыслием между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас славу Божью. Я хотел бы, все, что написано, оно написано, чтобы мы могли сегодня иметь эту надежду, сохраняли эту надежду, надежду, которую мы имеем в Боге. То, что Бог меня омыл, очистил, оправдал, осветил, это часть моей веры, что я храню эту надежду. Когда я храню надежду, то я имею понимание в учении Иисуса Христа. И если это хранить на ней одежду, вы имеете это единство в учении Иисуса Христа, то мы начинаем быть близки друг к другу, мы начинаем понимать друг друга, мы начинаем вмещать и быть едиными друг к другу, и потому, как Бог принял нас в славу, в славу свою, так и мы принимаем друг друга. И потому, я хотел бы сегодня коснуться еще той темы, что, вы знаете, мы, как люди верующие, наверное, каждый раз говорим, Господи, у меня нету силы. Сила заключается не у вас, не во мне. Когда-то апостолу сказал Бог такие слова, что сила моя совершается вашей, твоей немощи. Он когда, ему очень, он видел немощь, он молился о том, что Бог убрал от него многие вещи, которые, наверное, ее беспокоили. А Бог говорит, довольна для тебя благодатью моей. И когда он увидел ту благость Божию, которую он имеет в Боге, он говорит, братья мои, тебе я буду хвалиться, благодушевствовать всем теми, тем, чем я вчера возмущался, гонениями, притеснениями, несправедливыми поступками. Потому что, когда я немощен, Бог совершает силу. Я силен. Я силен не сам по себе, а потому что я и вы пребываете в учении Господнем. Мы понимаем то, что Бог сделал нас, и мы имеем силу. И потому молитва апостола Павла когда-то была о верующих, она была когда-то, она имеет силу сегодня. Это послание к Ефесянам, первая глава. И я читаю с 15 стиха по 19 час молитвы. И смотрите, апостол говорит такие слова. «Посему я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа отец славы дал вам духа премудрости и откровений к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы знали в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство, славное наследие для святых. И как бессмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию держанной силы Его». Вы знаете, я думаю, всякий раз, когда мы говорим в церкви, что важнее практические действия или учения. И я думаю, что есть такой провокационный задать вопрос. Большинство людей говорит, ну, это теория, это практика, она на практику. Теорию говорить всегда можно. Но я хотел, чтобы вы увидели, что вот в этих словах есть, где-то мы проигрываем. Мы, подходя с таким подходом, мы теряем источник нашей силы, потому что источником силы является то, чтобы апостол говорит, чтобы Господь просветил нас, просветил, сделал нас восприимчивыми тем пониманием, тем богатством, дарам духовным, которые Бог одарил нас в Иисусе Христе. Для чего это нужно, чтобы Бог просветил? Что когда мы видим действия держанной силы Его, я вижу в себе, вы видите в себе, чем мы больше видим действия держанной силы Его, чем больше нас наполняет безмерное могущество Его силы? Вы знаете, я думаю, что сегодня учение о том, что мы едины, должны любить друг друга, служить друг другу, правильное учение. Но, вы знаете, чем-то оно стало таким учением, когда, как у книжников фарисеев, возлагают эти бремена на других. Братья и сестры, вы должны, вы обязаны, а сами перстом никто не двигает. Вроде правильно сказано, а нету действия. Почему нету действия? Нету силы. Потому что сила Божья заключается в том, когда мы видим действия держанной силы Его. Я вижу в себе, прежде всего, что Бог сделал со мной, видите, в себе. И чем мы больше видим действия держанной силы Его, чем больше в нас наполняется могуществом Его, силой Его. Такое обетование Господнее. И потому, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. И потому, для чего нам нужно, братья и сестры, каждый раз говорить, показывать то богатство, что вы и я имеем во Христе Иисус? Для чего? Апостол так сказал, я еще последнее место читаю, вернее, предпоследнее. Откровение Ефесянам 3 глава и читаю с 16 по 21 стих. «До даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные любви могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Для чего это все нужно? И апостол отвечает, «Дабы нам, вам исполниться всею полнотою Божию». И когда мы не понимаем эту полноту Божию, мы даем простор этой силе. И 20 стих, смотрите, говорит, «А тому, кто действующий в нас своей силой, может сделать несравненно больше, чего мы просим и чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Вы знаете, я думаю, сегодня, наверное, человек верующий, мое желание сегодня, чтобы мы увидели, что источником силы моей, вашей являются силы. Настолько мы верим в действия, что Бог сделал с нами, настолько мы верим в то, что Бог совершил, и потому мы уже являемся телом Его, потому что это Его работа, Он нас сделал такими. И если бы кто-то из нас помолился бы и сказал, «Господь, я так хочу быть телом Твоим, помоги мне быть телом Твоим». Я считаю, что этот человек, если так молится, он не видит то великое, что Бог уже совершил, потому что мы есть тело Его, мы есть те, кто Господь уже сделал нас, мы уже являемся Его телом. И теперь давайте будем относить друг к другу, я бы не хотел бы, чтобы Михаил был телом, а Он есть тело, и мы относятся друг к другу, как Христовы, телу Его. И потому вот это отношение, апостол так сказал Петр, первое послание Петра, вторая глава, девятый и десятый сих. Когда мы говорим сегодня о том, кто мы есть, братья, что новый род избранный, царство священство, народ святый, люди взятые в удел, то мы не говорим ни о себе, братья. О ком мы говорим? О совершенстве призвавшего нас и смыв чудный свой свет. Благодаря этому совершенству, благодаря этому призванию совершенного, мы стали народом Божьим. Некогда я не был народом, теперь я народ Божий. Некоторые вы не были народом Божьим, теперь вы народ Божий. Потому что Бог сделал нас сегодня телом, церковью своей. И потому пусть Бог благословит нас сегодня, чтобы мы увидели прежде то великое положение, то действие державной силы Божьей над вами. Потому что увидев это действие державной силы, Бог обещает, что в том человеке будет неизмеримая сила Божия. Потому что он, он верою наполняется и понимает то, что Христос с ним сделал, он наполняется полнотою Божьей, а Бог начинает действовать в этом человеке. И потому, если во мне сегодня нет силы кого-то уместить, вы знаете, почему нет у меня силы? Потому что я сам не осознаю, а кто я есть. Я так брата не принимаю, я так сестру не принимаю. И сегодня мы, такая церковь стала, в которой друг на друга не через Христа смотрим, а друг на друга смотрим через лицо человеческое. И потом апостол говорит, на что вы, братья, на лица смотрите? На лица мы смотрим друг к другу. Мы не видим сегодня то Божие, что Бог совершил в нас друг к другу. На лица мы смотрим или на то, что Божие что в нас. Если мы на Божие, мы будем воспринимать, видеть, утверждать, что мы – церковь Христова, тело Его. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Ага, о копе, о детях, все ясно. Хорошо, сестра Маргарита Николаевна, хорошо. Спасибо. 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 Благодарю Тебе, Господь, за этот воскресный день, за все те наставления, которые Ты нам делал сегодня в воскресном дне. Ты, Господь, сегодня нас отрезвлял Твоей истины. И Ты обращал наши взоры на то слово, которое Твое слово, которое Ты обращался некогда к церкви и говорил о их предназначении, о их положении и их статусе. Сегодня Ты нам это говоришь, Господь. Благослови сегодня каждого стоящего здесь. Благослови, Господь, чтобы мы увидели то великое, что Ты совершил в каждом из нас. И чтобы мы, Господь, сегодня, видя ту славу Твою, которой являемся мы, мы могли, Господь, сегодня принимать друг друга тоже в славу Твою. Что мы могли сегодня, как Ты нас принял, как Ты нас за своими, так и мы сегодня, принимая друг друга, мы имели ростов Тебе. Слава Тебе, Господь, что Ты садила нас с телом Твоим. Помоги нам, Господь, сегодня утверждать это на всяком месте. Помоги нам исповедовать то великое, что Ты начал в нас, что Ты совершил в нас. Потому что, когда мы придем на небо, тогда мы увидим еще больше то великое, что принадлежит нам. Тогда очи наши узрять то, что Ты сделал, Господь, и Тебе, Тебе единому, да будет во всем слава наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы знаем, что Церковь Божия находится под защитой Господней. Мы на эту тему испоем. Будем, буду жить под защитой Твоих крыл. Буду жить под защитой Твоих крыл, Буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, и я не устрашусь, Когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл, Под защитой, под защитой Твоих крыл. Я спасен, под защитой Твоих крыл, Мой покой, мой покой, Под охраной Твоих крыл. Пусть летят стрелы, я не убоюсь, Когда я под защитой Твоих крыл. Под защитой, под защитой Твоих крыл, Под защитой, под защитой Твоих крыл. Слава Господу, братья и сестры, Господь благословил нас сегодня. Благословил хорошей темой, хорошими мыслями. Какое-то счастье, какая-то радость. Даже, может быть, не понимая всей глубины этой темы, потому что она иногда сложновата бывает. И не понимая даже всех тайн, которые проповедовал Павел, он говорит, тайна мне, это открыто, я ее возвещаю, но бывает сложновато. Но самое простое восприятие, мы Церковь Божия, мы в теле Господнем. Мы одно целое, и мы вместе идем в небеса. Слава Господу. И Он это сделал для нас. Давайте поблагодарим нашего Господа в заключение. Господь милосердный, мы благодарны Тебе за Твою великую милость, любовь Твою, за то, что Ты явил к нам, Господи, на деле, за то, что Ты призвал нас, оправдал нас, сделал частью Твоей церкви. Слава Тебе, Господи. Даруй нам сегодня поступать достойно этого призвания и являть Тебя этому миру, окружающим, а также и церкви Твоей, Господи, чтобы люди видели у нас Тебя, Господи, чтобы людям было приятно и тепло находиться рядом с нами, чтобы был уют в церкви Твоей, благослови, Господи. Благослови, даже надо быть пред Тобой праведным и поступать по Слову Твоему, Господи, и являть Твой свет в том, что мы истинны Твои ученики и соблюдаем Твои заповеди. Благослови, церковь Твою, вот на этой неделе, Господи, где мы будем, то ли на работе, то ли в учебе, дома, Господи, в различных обстоятельствах, добрых и в тяжелых обстоятельствах или в болезни кто-то находится. Мы просим, милосердный Господь, благослови, поддержи, укрепи, даруй нам возрастать духовно и укрепляться в Тебе, и пусть имя Твое прославится в нашей жизни. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, в субботу в 7 часов утра здесь будет братская молитва. Пожалуйста, приходите. А теперь с миром Божьим будем расходиться по домам.